Всем привет, мои хорошие! С вами Аняка Емеля. И сегодня мы с вами будем кушать великолепную закуску. Это баклажаны, внутренние сосиски, еще твердый сыр. В общем, обалденная просто закуска, которую я буду кушать прям руками. Рецепт будет в инфобоксе. Переходите и смотрите. Я уверена, что вам понравится, потому что готовится легко. А самое главное в составе есть сосиска. Я обожаю сосиску. У меня сегодня какое-то странное состояние. Мне хочется спать, спать и еще раз спать. На улице такая, знаете, вроде пасмурная погода, как бывает в фильмах ужасов. Какое-то странное состояние, состояние изнеможения. Кайф! И мы это все с вами будем кушать. Я не накрасила губы. Немножко я выгляжу, как девушка из 2012 года. У меня на губе выскочил герпес и как бы не рекомендуется особо красить губы, поэтому я решила не красить. Мажу мазями, потом пью таблетки и все дела. Как думаете, смогу все это съесть или нет? Снимаю неделю влогов. Вы знаете, такая погода. Не жарко, не холодно, пасмурно. Хочется поехать, не знаю, на дачу, сделать шашлык, посидеть под деревом, почитать книгу. Я люблю кушать руками. Так что из этой извините меня. Ну, как-то так. И давайте, пообещая на ваши вопросы. Здесь мне очень понравился вопрос, связанный с тиктоком. Как ты относишься к тикток-хаусам? Какой хаус тебе больше всего нравится? Мне больше всего нравится хайп-хаус. Мне очень нравится, когда блогеры как-то коммуницируют или поддерживают связь. Например, Наташа Бот тоже сняла видео с яйцами. И мне реально было безумно приятно, что она тоже подхватила этот челлендж. Мне кажется, это прикольно, когда мукбангеры между друг другом, например, делают какие-то соревнования, состязания. Челленджи, бастлы. Это очень интересно. Я бы очень хотела сотрудничать с какими-нибудь блогерами из Азербайджана. Было бы очень интересно. Мукбанг с подписчицей тоже. Мне кажется, это интересная рубрика. Но иногда, к сожалению, подписчики немножко неправильно понимают мукбанг с подписчицей. Мукбанг с подписчицей – это знакомство с ней, подарить что-то ей, провести день вместе. А почему-то некоторые подписчики подразумевают это про пиарь своего подписчика, сделай из него ютубера. Это немножко другое. То есть мне не нравится, когда подписчик отвечает мне вот с такими корыстными целями. А ты меня отметишь, а ты внизу оставишь ссылку, а я тоже хочу сделать свой канал. Это сразу видно, что человек к тебе неискренен. То есть человек просто хочет за счет тебя бесплатно пропиариться. А не то, что хочет тебя увидеть, хочет поучаствовать, не знаю, что-то выиграть. И в такие моменты, когда мне сразу пишут, а у меня есть магазин еще обуви, да. Ты его ссылку оставишь, да, внизу, я надеюсь. Честно, ребят, становится так сразу неприятно. Получается, это просто из-за выгоды хочешь со мной снять видео, а не потому, что хочешь со мной увидеться. Я в любом случае стараюсь не просто звать к себе подписчика, я стараюсь что-то дарить, как-то, не знаю. Это так вкусно, ребята. Здесь у меня соус кетчуп из слобода, грибной соус. Просто не нужно вот эти соусы, просто лишнее. Без всего этого очень вкусно. Именно за счет сосисок. На кассе я была в шоке, когда увидела цену этих сосисок. Моих любимых не было. Я спросила у продавщицы, говорю, а какие самые вкусные? Она говорит, вот эти. Я даже не спросила, сколько они стоят. Я говорю, давай. И получается, что за 4 сосиски я заплатила... В общем, получается, где-то ориентировочно по монату, почти по монату за каждую сосиску. Это очень дорого получается, ну, по сравнению с другими. Но очень вкусно, ребят. Вот сейчас мы вот как раз-таки готовили эти баклажаны с этими сосисками, с этими 4-2 сосисками. Я теперь буду кушать только их. У меня такая привычка. В супермаркете я просто беру то, что мне дают, и иду на кассу, и даже не смотрю, сколько там написано в чеке. Прямо передо мной был случай. Мужчина приходит с таким пакетом, он купил, получается, помидоры, и ему нечаянно пробили ананас. То есть, типа, он взял не помидоры, а по цене ананаса. Ну, типа, ошибка такая. А, мам? А, мам? Сосиси сроком, мам. А, давай. Я чуть-чуть, он сальше дешевле по-своему, из-за своего тихона. Когда постучали, я реально испугалась. Вроде никто никогда не стучит в дверь. Ну, кроме бабушки. Бабушка у нас очень культурная. В общем, на чем мы остановились? В общем, из этих хаосов я бы выбрала хайп хаос рус. Остальных я вообще, в принципе, особо так и не знаю. Мне в рекомендациях всегда выходят они. Что-то там Dream Team есть. XO. Возможно, они бы тоже мне понравились. Просто я не так близко знакома с их творчеством. Вообще, мне очень нравится TikTok. Прям очень. Если сравнивать Инстаграм и, например, TikTok, мне больше нравится TikTok. Я вообще больше профи не по фотографиям, а по видео. Потому что фотографии можно так отфотошопить, что ты прям не узнаешь. Мать родная не узнает тебя, что ты так отфотошопишь. А видео? К видео у меня особая любовь. Следующий вопрос. Насколько сильно на тебя влияет чужое мнение? Иногда в комментариях, например, один человек пишет что-то негативное, и его подхватывают другие люди. То есть это просто сущность интернета. И, если честно, такие люди на меня никак не влияют. На меня влияют те люди, которые, например, мне постоянно пишут, например, хорошие комментарии. И, например, под этим видео они мне сделали какое-то замечание. Вот тогда я начинаю задумываться об этом. А когда человек постоянно всем пишет говно, то есть мне просто плевать на такого человека, если честно. То есть мне кажется, всем плевать. Иногда бывает такое, что я заблокировала человека, а я по аватарке вижу его. Ну, помню. Захожу к какому-нибудь другому мукбанкеру, там тоже льет говно. То есть такие люди просто, они несчастливы внутри. И они пытаются вот эту вот злость из-за того, что они несчастны просто перебросить свою злобу через свой комментарий. Я вообще человек, который очень прислушивается к мнению своей мамы, своего брата и так далее. Даже слишком. Но это неплохо. В любом случае, кто бы что ни говорил, я считаю, что родители никогда плохого нам не посоветуют. Я не хочу возвращаться к этой теме, потому что моему парню очень не нравится, когда я говорю про Настю, Настю Тропе. Я посмотрела эфир ее парня, и он такой говорит, я никогда не жил за счет женщин, не живу и никогда не буду жить за счет другой будущей девушки моей. Я не понимаю, как человек, который потерял любимого человека, например, неделю назад, как он может говорить о том, что в будущем, в будущих его отношениях, то есть это меня вообще шокировало. Я сегодня утром смотрела его прямой эфир и была немножко в шоке, если честно, от его слов. То есть он уже задумывается о своих новых отношениях. А родители просто хотели ее уберечь. Поэтому я считаю, что раннее взросление огрызаться, не уважать родителей, просто подумайте, завтра вы тоже будете родителем и вы будете советовать своему ребенку только самое лучшее. Так же, как советуют вам ваши родители. И нужно прислушиваться родителям. Он в своем прямом эфире такой говорит. Это вообще, говорит, не отец Насти. Ну, может и отец. Он не знает, это отец или отчим Насти. Насколько он хорошо ее знал, вот большой вопрос. У меня есть парень, например, да я могу точно сказать, это его настоящая мама, или, например, это мачеха. Это отец или отчим? Как не знать, можно такие вещи. В общем, не будем на этом останавливаться, потому что... просто мораль такова, что родители говорят нам что-то, советуют что-то только во благо. я знаю, что ее родители пилили насчет того, что хватит заниматься Ютубом, поступи в универ, отучись. она ссорилась с ними, снимала видео. Я просто не буду говорить, как ее зовут. Снимала видео. Вот родители меня не понимают, они хотят, чтобы я училась, а я хочу быть блогером, я зарабатываю миллионы. Уже 10 месяцев ни одного нового видео, но ее канале нет. В инстаграме скажут, у нее все меньше и меньше подписчиков. То есть, вот этот вот блогинг, это все временно, ребята. И родители всегда говорят правильные вещи. Я просто с таким кайфом кушаю. Я просто с этим кайфом кушать. И с таким кайфом это все село. Потому что я реально была очень голодна, и я ждала, пока мы приготовим это блюдо, чтобы снять. А до этого я не ела, чтобы с аппетитом потом есть. не винишко, конечно. Просто какой-то айсти. На этом все. Сейчас пойду за красками от Фаберлик. Мы заказали с мамочкой. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!